На торжественном открытии праздника анапчаной гостей курорта поздравил заместитель главы Сергей Козлов. Здоровый образ жизни это прежде всего спорт. Это всего занятие физическим трудом. Это развивает умственные способности. И самое главное, в этом возрасте человек молодой, человек который занимается спортом, независимо профессионалом, именно или просто любитель, это дает многое. Это наше здоровое поколение, здоровое поколение нации. Наградили директоров и тренеров спортивных школ Анапы, а также ребят, показавших в этом году высокие спортивные результаты и достижения. Среди них воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 4 Самвел Бабиньян и Дина Воронина, успешно выступающие на соревнованиях всероссийского и международного уровня по самбо и дзюдо. Я пришла, просто хотела посмотреть что-то за вид спорта. Мне понравилось, я начала заниматься, потом начались достижения разные. И вот так вот я стала заниматься. Пожелать хочу, ну чтобы не баловались на тренировках, потому что без этого не достичь, если хорошо себя вести не будете. Последнее соревнование был Кубок Европы в Твери. Ну там выступил не так, как хотел, не на таком уровне. Но все равно готовлюсь на следующий год. Перехожу в другую возрастную категорию до 21 года. Ну и надеюсь, что там тоже будет результат. Здесь же на театральной площади провели фестиваль современных молодежных видов спорта «Продвижение». Соревнования по паркуру проводились на необычной, единственной в крае площадке. Это уникальная площадка, аналогов России она сейчас не имеет. Вот с февраля месяца мы активно тренируемся и выезжаем с этой площадкой на разные паркур-фестивали. В программе соревнований были кроссфит, паркур, силовое жонглирование, воркаут и уличный фитнес. Также на театральной площади состязались в дартсе, стритболе и шахматах. Поучаствовать и показать свое спортивное мастерство могли все желающие. Организаторы столь грандиозного праздника сами ведут активный образ жизни и увлекаются спортом и туризмом. Мы стараемся вести себя активно. И это нам помогает во многих трудных ситуациях. Я думаю, что все, кто будет заниматься спортом, всегда ждет отличное настроение.